Александр Кудинов в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» почти год, но стал волонтером гораздо раньше. Вместе с другими добровольцами активно занимается профилактической работой. Он уверен, что лучше проинформировать человека заранее, чем потом отправляться на поиски. Когда я просвещаю детей, я чувствую то, что я занимаюсь чем-то полезным. Сравнимо это с тем, как я выхожу в лес во время любого поиска. Потому что, как опытный доброволец «Лиза Алерт» в какой-то степени, я могу сказать одну простую истину для любого своего коллеги. Самый лучший поиск – это тот, которого не было. Школа «Лиза Алерт» – это уникальный проект. Опытные волонтеры проводят уроки для школьников и их родителей. Рассказывают о серьезном в игровой форме. Как ребенку себя вести, чтобы не потеряться, и что делать, если это все-таки произошло. По словам координатора проекта Дарьи Рудометкиной, популярность школы «Лиза Алерт» растет. Например, за весь 2018 год волонтеры провели 119 профилактических мероприятий, а только за ноябрь 2019-го – 121. Мы к ним приходим не как учителя, которые есть в школе, а мы приходим как волонтеры, поисковики, которые, можно сказать, на собственном опыте. Все наши правила основаны на реальном поисковом опыте, который мы рассказываем детям. И, естественно, те люди, которые участвовали в поисках, они более замотивированы, чтобы вот таких поисков не было. Проект «Школа Лиза Алерт» реализуется с 2017 года. Сами родители и дети просят волонтеров прийти к ним и провести лекцию. В этом году добровольцы-спасатели не только проведут новые занятия в школах и детских садах, но и организуют специальные информационные уголки в этих учреждениях, чтобы знания о том, как спасти себя и близких, оставались в памяти надолго. Михаил Ермоленко, Григорий Бляшаков. События. Сотрудников торгового центра.